МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обзор пресса. Как обычно, мы расскажем о самых важных публикациях прошедшей недели. О поддержке агропромышленного комплекса в целом и хмелеводству в частности рассказывает газета «Советская Чувашия». Издание вспоминает недавний визит в регион первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова. Замминистр признался, что, направляясь в Чувашию, он опасался за то, насколько регион готов к современному вызову в части резкого наращивания производства хмеля. Но на месте увидел, что республика станет ведущей в стране в данном направлении, пишет газета. Чувашские хмелеводы на той встрече с представителями Федерального аграрного ведомства говорили о том, что возрождать хмелеводство надо так же, как когда-то государство реанимировало порушенное виноградарство. Необходимо закладывать новые плантации, причем с учетом возможностей современной техники, наращивать субсидии на посадку хмеля. Тогда получится удвоить объемы производства хмеля. Гости из Москвы также отметили, что региону предоставляется зеленая улица в приобретении сельхозтехники. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в свою очередь подчеркнул, что нынешняя экономическая ситуация для сельского хозяйства в ценовом отношении вполне благоприятная, что сказывается на прибыльности предприятий. И задача руководства региона – поддерживать в первую очередь потребителей и производителей. Продолжает сельскохозяйственную тему МК в Чувашии. Издание напоминает, что с 20 августа в Чебоксарах начинаются ярмарки дары осени. Свои товары представят сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Чувашия. Горожане и гости столицы смогут напрямую от производителей приобрести картофель, морковь, лук и прочую сельхозпродукцию нового урожая. По уже сложившейся традиции будет организована бесплатная доставка товаров ветеранам, пенсионерам и инвалидам. Глава города Чебоксара Леонид Черкесов отметил, между столицей региона и районами заключено соглашение, в рамках которого и проводятся сельхозярмарки. Город создает для фермеров специальные торговые места, а горожане покупают овощи, фрукты, мясо без посредников и без наценки напрямую у производителя. Вот такое взаимовыгодное сотрудничество города и деревни. В рейд по волнам вместе с полицейскими отправились журналисты чебоксарских новостей. Издание сообщает, что в распоряжении управления МВД по городу Чебоксары появился катер. Стражи порядка патрулируют акваторию с пятницы по воскресенье. Вместе с ними в рейд выходит рыбинспектор, чтобы ловить браконьеров. Скоро откроется сезон охоты, будут проверять добытчиков дичи. Контролируют полицейские судовладельцев. Чтобы водить маломерное судно, тоже нужны права. Такие оперативно-профилактические рейды под названием «Акватория-2016». Управление МВД по городу Чебоксары продлятся до 1 сентября, пишет газета. В минувшие выходные полицейские обнаружили браконьерские сети и прочие снасти, проверили лодки и рыбаков. Всего же с помощью нового катера полицейские задержали 142 правонарушителя, в том числе поймали преступника, который находился в розыске. В больницах республики появится 13 новых машин скорой помощи, пишут аргументы и факты в Чувашии. В сентябре 2016 года для региона будет закуплено 12 автомобилей скорой медпомощи и один реанимобиль. Как уточняют в Минздраве, Чувашии автомобили поступят в республиканскую станцию скорой медицинской помощи, которая находится в Чебоксарах. Издание напоминает, что в период с 2013 по 2015 годы в Чувашии получилось 7 машин скорой медпомощи. Ежедневно скорую медицинскую помощь на территории республики оказывают 100 врачебных и фельдшерских бригад. На велосипедную экскурсию по Ново-Чебоксарску приглашает на своих страницах газета «Грани». От места старта с самого красивого места города – Соборной площади организованная колонна велолюбителей в сопровождении экскурсоводов и маршалов велопробега будет кататься по улицам города со скоростью не более 10 км в час. На пути следования велоколонны будут остановки для отдыха, Владимирский собор, музей истории города, мемтеатр «Дождь», художественный музей, часовня Георгия Победоносца, храм апостолов Петра и Павла, парк культуры и отдыха – описывает издание «Маршрут следования». Принять участие в экскурсии могут все желающие. Она состоится 28 августа и будет посвящена 56-й годовщине со дня создания Ново-Чебоксарска. На сегодня это все. Обзор прессы следит за развитием событий. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова